Ахинская хоккейная команда побывала в Макарове, где приняла участие в областном турнире «Спорт против подворотни». На эти матчи приехали все желающие. Соперниками у нашей команды были спортсмены из Анивы, Чехова и Макарова. Всего в 17-м турнире по хоккею с шайбой приняли участие детские, в том числе дворовые команды из 11 муниципалитетов области. В каждом из них прошли отборочные этапы и уже чемпионы поехали на финал. Ездили, я считаю, неплохо. В целом все понравилось. Езжу с ребятами второй год. В том году был не очень хороший результат. В этом получше. Призового места завоевать ахинцам не удалось. Это и неудивительно. Условия для занятий командными зимними видами спорта в городе не самые лучшие. До сих пор не построен крытый корт, о котором так мечтали спортсмены. Иногда не хватает элементарного – клюшек. Одна идет на 2-3 тренировки, потом ломается. Погодные условия не дают нам заниматься, так как открытая коробка, постоянно метели, бураны, холод. Чистят, так сказать, плохо, не всегда. Инвентаря не всегда хватает, клюшки ломаются. И в основном только это. А так, кто занимается, кто занимается. Ну, занимаюсь я уже достаточно. Коллектив, да, все нормально. Просто нам не хватает слаженности в команде. Как вы летом будете? Будете готовиться летом к следующим соревнованиям? Вы для себя цели наметили, чтобы занять какое-то более престижное место? Да, конечно. Летом у нас тоже будут тренировки. Мы будем заниматься-заниматься до тех пор, пока не будет какого-то успеха определенного. Автор сахалинского проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин. Сегодня он возглавляет областную думу, но всегда готов поддержать спортивную общественность. Вот и в этот раз был у руля турнира. По итогам предварительного этапа 8 лучших команд вошли в плей-офф соревнований и разыграли главный приз турнира.